На 17 декабря Краснодарским краевым судом назначено рассмотрение апелляционной жалобы по решению о признании экстремистской книги Эльмира Кулиева «Смысловой перевод священного Корана на русский язык». Напомним, что такое решение было принято Октябрьским районным судом Новороссийска 17 сентября. Одним из первых с официальным осуждением решения суда Новороссийска выступил Совет Муфтиев России. Совет Муфтиев России выступил с осуждением по принятому решению Октябрьского суда города Новороссийска о запрете перевода священного Корана в переводе известного доктора философских наук, светского ученого Эльмира Кулиева. И на наш взгляд это решение суда является весьма абсурдным решением. Ибо суд взял на себя такую большую ответственность не просто признать данный перевод экстремистским, но а также уничтожить, если вдруг в течение месяца не будет обжалования, уничтожить и строки священного Корана. Я хотел бы напомнить, что речь идет не только о русском переводе, но это издание, о котором идет речь 2002 года, которое издавалось в Саудовской Аравии, оно идет в двух наполнениях. То есть идет оригинал арабского текста на арабском языке, и с другой стороны идет, можно сказать, смысловой перевод каждого аят. Поэтому если вдруг по причине того, что суд признает этот экземпляр экстремистским, его могут уничтожить и получать, что уничтожит сам Коран. Решение Октябрьского районного суда Новороссийска было обжаловано сразу несколькими правозащитниками и общественными активистами, в том числе и адвокатом Мурадом Мусаевым. Кроме того, что с жалобой обратился управляющий партнер адвокатского бюро Мусаев и партнеры Мурад Мусаев, кроме него еще обратились правозащитники из Нижнего Новгорода, насколько я знаю, еще самостоятельно обратились граждане России из Саратова и Пензы. То есть есть достаточно много апелляционных жалоб, и какие из них приняты апелляционные инстанции или нет, пока я не знаю, но очевидно, что дело будет рассматриваться уже в Краснодарском краевом суде, в апелляционной инстанции, и, соответственно, будет решаться вопрос о том, чтобы или оставить решение в силе, или его отменить. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малошенко считает, что решение суда Новороссийска о признании перевода Корана Эльмира Кулиева экстремистским не имеет прецедентов. Вы знаете, как и всякий перевод, допустим, не как Коран, любой перевод, он не может быть совершенным, во-первых. Мы знаем, как переводилось, в том числе на русский язык, это давняя история еще со времен Петра Первого. Мы знаем, как Коран переводился на английский язык, на французский, на самые разные иностранные языки. И что-то, по-моему, первый раз за всю историю перевода в Коран кто-то решил лечить переводчика в экстремизме. По мнению адвоката Мусы Плиева, решение суда первой инстанции о запрете книги Кулиева является не исключением из правил, а проявлением своего рода тенденции. В России придумали такую очень интересную схему, а любой неугодный материал его пытаются признать экстремистским. То есть достаточно иметь какое-то заключение, псевдоэксперта любого, и прокурор в интересах государства обращается в суд, в любой, то есть там речь не идет о... не ставится вопрос о подсудности как таковой, как в обычном рисковом производстве. То есть если прокурор какого-то города, неважно где-то, в каком-то городе прочитал перевод Кулиева, например, да, то есть обнаруживал, то есть по месту обнаружения подают, соответственно, суд по месту обнаружения этого материала и таким образом вносят такие, я бы сказал, тайные решения. То есть можно сказать о том, что это может произойти в любом суде. Но почему делают в провинциальных судах? Во-первых, не делают это в Москве только потому, чтобы не было лишнего шума, не было большой огласки, а в провинциальных судах делают это так быстро, закрыто, тайно, чтобы, и даже если узнают об этом, чтобы это было уже поздно, что потом заинтересованные лица могли идти только в надзор. А вы знаете, что надзор – это Российская Федерация неэффективная судебная инстанция. В общероссийском списке печатных и иных материалов, признанных судом экстремистскими, который ведет Федеральная регистрационная служба Российской Федерации, на сегодняшний день можно найти более ста названий, содержащих слово «Ислам». Издать можно все, что угодно, любую книгу, любую брошюру. И надо сделать неграмотный, неадаптированный перевод той или иной литературы. И, конечно же, чтобы подобных ситуаций не создавалось, сегодня мы ведем эту работу. На сегодняшний день у нас есть совет улемов при Совете Муфтиф России, при наших духовных управлениях мусульман, которые, перед тем, как будет выпускаться новое какое-то издание, новая книга или перевод, будут внимательно изучать и смотреть. А сама книга, вот перевод Корана Кулиева, она проходила такую подобную проверку? Эта книга, безусловно, у нас перевод этот читался, мы его внимательно изучали. И он, безусловно, этот перевод имеет экспертизу нашего Совета Муфтиф России, с одновременно которого выпускались переводы нашего брата Эльмира Кулиева. И сегодня он считается самым популярным, он практически находится в каждом доме, и, безусловно, он доступен, понятен современному сегодняшнему читателю. Первый перевод Корана на русский язык был издан по указу Петра I в 1716 году. За три столетия текст Корана переводился на русский язык более десятка раз. Книга азербайджанского философа и теолога Эльмира Кулиева «Смысловой перевод священного Корана» была впервые издана в 2002 году. На сегодняшний день этот перевод, наряду с переводами Османова, Порохова и Крачковского, является одним из четырех наиболее распространенных современных переводов Корана на русский язык. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok